Одно из самых громких предвыборных событий недели. Евгений Сова, собственно, которого я и заменил в эфире канала RTVI, идет в политику. Теперь он кандидат в депутаты от партии Виктора Либермана НДИ. Евгений, гость в нашей студии. Женя, привет. Мы практически, ну, почти поменялись местами. Не знаю, похоже это или не похоже на кино, но у меня, естественно, к тебе много вопросов. Во-первых, поздравляю. Во-вторых, почему и зачем? Да, Борь, ну, во-первых, давай поздравления. Я буду принимать только 10 апреля. Не только я, но и, собственно, вся наша партия, в составе которой я решил баллотироваться. Во-вторых, ты говоришь, поменялись местами. Я не помню, что ты был в политике, поэтому... Нет, я и сказал, почти, почти. Ты знаешь, это очень непросто решение. Прошлая программа, когда мы писали прошлую программу, я даже не знал, что это произойдет. Я, можно сказать, даже не поблагодарил телезрителей, телеканал RTVI, и мне очень дорог телеканал RTVI. Я проработал на нем почти 5 лет. Мне дорога эта программа, которую ты ведешь мне. Кроме того, что я вел программу, я также был и в ежедневных новостях. И, конечно же, у меня первое, о чем я подумал, а, собственно, как? Я по привычке в конце программы говорю, увидимся в следующую субботу. А программа прошла, я получил предложение, сообщил то, что я сообщил в начале недели, и как-то некрасиво. И поэтому спасибо за возможность, собственно, прийти в студию к тебе сегодня и, наверное, сказать спасибо телезрителям телеканала RTVI, которые смотрят. Смотрят «Израиль за неделю». Так что ты не только на правильном канале, ты и в правильной программе будешь. Окей. Кто твой избиратель? Это человек русскоязычный, это израильтянин коренной, это нечто, что у нас называют полуторным поколением. Для кого и к кому ты обращаешься, и что, собственно, ты хочешь сказать этим людям? Ну, давай, во-первых, скажем, что партия «Наш дом Израиль» — это партия, которая в этом году отмечает 20 лет. Небольшой эпизод. В 1999 году я был студентом первого курса, учился в Бариландском университете, и только-только создалась партия «Наш дом Израиль». Я искал подработку, тогда еще не думал, что буду журналистом, это еще было до моей службы в армии. И я пришел в отделение партии «Наш дом Израиль» в городе Петахтиква. И сказал, есть ли у вас подработка. Мне сказали, ты можешь быть наблюдателем в день выборов от партии «Наш дом Израиль». И у меня до сих пор хранится такой маленький бейджик, где написан наблюдатель, на иврите, естественно, наблюдатель от партии НДИ. Я не думал тогда, что пройдет 20 лет, и я буду в предвыборном списке этой партии, что ко мне будут обращаться сотни людей, Боря. Ты не представляешь, какое количество людей мне написали, позвонили. Сказали, мы рады видеть тебя, мы рады, что партия обновляется, что в партию приходят молодые люди. Я в Израиле 22 года. Я приехал, когда мне было почти 17 лет. То есть я здесь, в Израиле, уже 22 года. И я хорошо говорю и на иврите, и на русском. Для меня это как два родных языка. И когда я говорю, собственно, кто наш избиратель. Во-первых, традиционно есть избиратель партии Наш Дом Израиль, который голосует за эту партию. Это не секрет, что большинство избирателей это русскоязычные репатрианты из БСССР. Но ты новое лицо, ты должен привести новых избирателей. В политике, насколько я уже успел выучить за эту неделю, никогда не кричи гоп, пока не перепрыгнешь. Есть традиционное понятие избирателя у каждой партии. Но всегда, всегда люди хотят видеть что-то новое. Люди хотят услышать какие-то новые идеи. Я знаком с израильской политикой. Я 12 лет был политическим обозревателем. Я работал в КНЕСТе. Многие мои коллеги, да и ты в том числе, надо мной тоже шутил. Говорил, когда ты уже будешь там, ты знаешь каждый уголок в КНЕСТе. Вот, что называется, дошутился. Если говорить об избирателе, я тебе скажу в двух словах. Мы обращаемся к разным массам. Мы считаем, что голосование, которое было в 15-м году за партию Ликут, не сочти это за предвыборную агитацию. Оно привело людей третьего десятка, четвертого десятка. Эти люди мало того, что не знают о проблемах русскоязычных репатриантов, они просто вели себя недостойно в КНЕСТе. Мне хочется изменить дискурс в КНЕСТе, внести что-то новое. Я надеюсь, что я это смогу сделать. То есть цели, в общем-то, ясны. А вот, возвращаясь к вопросу, ты знал, как там, а теперь ты там внутри. А теперь оно внутри политика, она отличается? Ну как вот, например, складываются твои отношения с членами по партии? Вот Либерман, он какой, когда нет камеры, а ты с ним партнер по партии? Во-первых, я еще не там. Там я буду только 10 апреля с Божьей помощью. Это понятно, но ты уже внутри политического процесса. Да, конечно. Есть встречи, есть рабочие встречи. Но я тебе не открою большого секрета, если я скажу, что со многими политиками в Израиле я знаком лично, я их видел в том числе вне камеры. Политик, когда сидит здесь в этой студии, ведет себя одним образом. А когда он открыт, когда он в закрытых беседах, он совершенно другой. Виктор Либерман – человек, который обладает колоссальным опытом. Вспомни его, когда он был министром инфраструктур. Опрестительные установки, которые построены в Израиле, это идея Либермана еще почти 18 лет назад. Министр транспорта, министр обороны, министр иностранных дел – это человек, который обладает колоссальнейшим опытом. И неспроста он руководит партией, неспроста он занимал последние годы. На бытовом уровне он производит впечатления. Слушай, ну ты тоже прекрасно знаком с Виктором Либерманом, ты тоже брал у него интервью, много раз снимали у него дома. На бытовом уровне это не человек, который не знаком. Мы все знаем, как он себя ведет и кто он такой. Ты не первый, точнее ты не новый, не единственный новый человек в НДИ. Элина Бордачьялова, Илья Акселерот, еще ряд депутатов. Но вот вы уже все встречались, вы команда, или вы все-таки на уровне даже вот этого периода перед выборами конкуренты, не конкуренты. Вы же личности. Ну смотри, есть рабочие встречи. Первая встреча со всеми пройдет 19 февраля в городе Шкелон. Это южный город в Израиле, который, кстати, находится непосредственно на границе с сектором газа. Это не просто так выбран этот город для объявления списка, потому что в этом городе проживает большая община выходцев из бывшего СССР. Там пройдет представление списка НДИ. Вот там, я думаю, что это будет первый день, когда все мы встретимся, все вместе. Ну а то, что мы знакомы лично, это не секрет. Так что мы все друг друга знаем, уважаем, любим. Мы единая команда. Коротко о планах. 10 апреля, депутат Сова. Ты знаешь, я пока не хочу загадывать. Есть хорошая русская поговорка. Не говори го, пока не перепрыгнешь. Нас ждет очень тяжелая предвыборная кампания. Я это вижу в последние дни, как многие люди пытаются чернить, пытаются вылить грязь, вспоминают какие-то грехи, которые были 20 лет назад. Друзья, это политика. Если вы сидите дома и не приходите голосовать, то потом пеняйте только на себя. Я очень надеюсь, что 9 апреля сделают правильный выбор. Женя, спасибо. Спасибо за участие в программе. Удачи. Я абсолютно уверен, что Сова-политик станет таким же брендом, как Сова-журналист. Борь, спасибо тебе огромное. Я хочу еще раз пожелать тебе, чтобы у тебя все сложилось. Пожелать телезрителям телеканала РТВА, чтобы они и дальше смотрели «Израиль» за неделю. Я тебе говорю, это абсолютно точно для многих из них. Это окно в Израиль. Продолжай делать объективную программу и давать объективную информацию о нашей с тобой стране. Спасибо тебе большое, Борь. Я очень стараюсь. Что ж, такой была минувшая неделя. О том, как проживет Израиль следующие 7 дней, мы расскажем вам в нашей следующей программе ровно через неделю. На канале РТВА. Шавуатов. Хорошей всем недели из Израиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова